Глава американской разведки сегодня выступил в защиту своего ведомства, которое подверглось критике чуть ли не планетарного масштаба после публикации доклада о методах дознания подозреваемых в терроризме. Директор Центрального разведывательного управления США признал, что сотрудники ЦРУ иногда вели допросы непозволительно жестко, но в то же время Джо Брэннон заявил, что применение такой техники помогает предотвратить новые нападения и добыть информацию для поимки опасных преступников. В США, между тем, все громче раздаются призывы с требованием отставки главы оскандалившегося ЦРУ. Собирается ли главный разведчик США оставить свой пост, выяснил мой коллега в американской столице Роман Мамонов. Он присоединяется к нам из Вашингтона. Роман, добрый вечер. Добрый вечер, Нью-Йорк. Ну что, сегодня стало понятно, что скандал с опубликованным отчетом о применении пыток к подозреваемым в терроризме сотрудниками ЦРУ вряд ли пойдет в ближайшее время на убыль. Сегодня глава ЦРУ Джон Брэннон созвал журналистов на специальную пресс-конференцию. Стало очевидно, что руководство ведомства избрало стратегию, что лучшая защита – это атака. Да, сегодня Брэннон признал ошибки и сказал, что ЦРУ не было готово к тому, чтобы управлять секретными тюрьмами или проводить специальные допросы. Но, с другой стороны, он назвал отчет, который подготовлен Сенатским комитетом, неполным. Он отказался признать применявшиеся методы допроса пытками и заявил, что полученная информация привела к тому, что удалось избежать террористических новых атак и, например, к ликвидации Бен Ладена. Вот что сказал Брэннон. Что касается наших разногласий с комитетом Сената, то я уже говорил, что наши исследования показали, содержание подозреваемых под стражей и программы допроса позволили получить крайне полезную развединформацию. Она помогла США сорвать террористические атаки, поймать террористов и спасти жизни. По нашему мнению, именно информация, полученная от подозреваемого, к которому применялись жесткие методы допросов, привела в конечном итоге к проведению операции по ликвидации Бен Ладена. На этой же пресс-конференции директор Брэнон заявил, что ЦРУ всегда сотрудничала с властями и с Сенатским комитетом по делам разведки, и с Министерством юстиции, и с офисом генерального инспектора, который контролирует деятельность ведомства. Но параллельно с пресс-конференцией сегодня Диана Файнстайн, которая является главой Сенатского комитета по делам разведки, размещала записи в сети Twitter, буквально просто по словам, опровергая заявление Брэнона. Например, она написала, отчет показал, что информация, полученная с помощью пыток, не привела к ликвидации Бен Ладена. Смотри страницу 378. Или, например, вот еще одно заявление. Многочисленные нарушения никогда не привлекали внимание и не доводились до сведений Министерства юстиции или Генерального проверяющего. Или такое заявление, что нет никаких доказательств, что террористические атаки какие-либо были предотвращены с помощью методов жестких допросов. И хэштег «Читайте внимательно отчет». То есть, Сенатский комитет явно не готов сдаваться и не готов просто так спускать на тормозах всю эту историю. Надо также напомнить, что накануне в Сенате звучали призывы к отставке Брэнона. С таким заявлением выступил сенатор Росштата Колорадо Марк Удал. Вот что он сказал. И вот как отреагировали также в Белом доме. ЦРУ лжет. Для директора ЦРУ Брэнона это означает необходимость отставки. А для следующего главы ЦРУ это значит, что он должен немедленно исправить лживые записи и провести реформы, которые восстановят репутацию ЦРУ. Джон Брэнон, на мой взгляд, соответствует самым высоким этическим стандартам, которые предъявляются государственным чиновникам. И должен сказать, что к кампании в защиту ЦРУ присоединился Ди Чене, вице-президент во времена Джорджа Бурша-младшего. Он в эфире канала Fox заявил, что отчет это просто чушь, что это намеренная атака демократов в Сенате на ЦРУ. И вообще, как заявил Чене, если бы ему сейчас предстояло вновь утверждать и разрешать применение жестких методов допроса, он бы это сделал. Так что, очевидно, точку в этом скандале ставить рано. Коллеги. Спасибо, Роман. Мой коллега Роман Мамонов о выступлении главы ЦРУ Джона Брэнона, напомню, директор разведки, вопреки более ранним заявлениям, сказал, что жесткие методы допроса помогли найти и уничтожить террориста номер один Осаму Бен Ладена. Роман Мамонов о выступлении главы ЦРУ Джона Брэнона.